Микс Ньюс Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Зима близко» из цикла «Культ Просвета». В студии в Риге работает Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи с нами также из Риги. Мы все еще находимся в режиме самоизоляции. Соблюдаем социальную дистанцию. Денис Ханов. Здравствуй, Денис. Здравствуй и добрый день, уважаемые радиослушатели. О чем мы сегодня говорим? Я думаю, что сегодня мы продолжим в рамках нашей немножко измененной программы моделировать будущее. Мы еще изменили нашу, условно говоря, заставку. Если не акустически, то, по крайней мере, содержательно. И мы уже несколько недель подряд обсуждаем ситуацию после коронавируса. Потому что любой вирус, любое заболевание, любая эпидемия сходит на нет когда-то. Так было в истории человечества не раз. И чума, и холера, и так далее. И испанский гриб, с которым теперь сравнивают коронавирус, как бы гриб, который напал на мир сто лет назад по окончанию Первой мировой войны. Конечно, здесь есть некоторые зловещие параллели, но я думаю, мы не будем вдаваться в некоторую мистификацию истории. Параллели есть, но нам нужно думать о выходе на будущее, о выходе из настоящего. И поэтому сегодня я хотел бы предложить в качестве некоторого разнообразия нашей беседы поговорить о том, каковы будут наши задачи после того, как пандемия все-таки закончится. Я не говорю сейчас о мерах, которые необходимы для выхода из экономического кризиса, о повышении, скажем, производственных мощностей, о, скажем, улучшении всевозможных статистических показателей. Я бы хотел вернуться к тому, что сейчас полностью отошло в тень, куда-то в сторону. И, условно говоря, невидимо на фоне наших нынешних актуальных проблем. Я говорю о том, что до вируса, после вируса, может быть, на короткое время мы во время вируса стали более или менее близки друг к другу, как различные этнокультурные или языковые группы. Но я думаю, что после того, как жизнь войдёт в какое-то нормальное русло, нам снова нужно будет вернуться к нашей старинной теме, которая очень многим уже надоела. Но от того, что в списке незаконченных дел всё ещё висит какая-то тема, она сама по себе не решится, и мы её зачеркнуть не сможем. О чём я говорю? Я говорю о, скорее всего, теме общественной интеграции. Знаю, что очень многих наших радиослушателей, и сегодня эта фраза может набить оскомину и может вызвать раздражение. Во многом ещё и до этих чрезвычайных, скажем, до чрезвычайного положения и ситуации многие говорили, даже в том числе и политики, о том, что довольны этого слова, нужно искать какие-то новые версии. В какой-то степени попыткой нового словаря пытался заняться наш очень невидимый президент Левит. И я думаю, что это привело к очередному краху, потому что, в принципе, и латышская интеллигенция не воспринимала идею «лицтаутеши» и что-то прочее даже на уровне хотя бы словаря. Почему я думаю, что подобные слабые попытки сейчас не вызовут, скажем, одобрения или поддержки ни у одной из, скажем, сторон, участниц этого процесса? И мы нередко в программе «Культ просвет» говорили о том, что интеграция — это всегда всё-таки двустороннее движение. Потому, я думаю, особое внимание нужно будет уделить и такой теме, о которой мало говорят и в латвийских СМИ, и в латышских, и в русскоязычных, а именно о том, что и коренное население, латышское население или этническое большинство, или те, кто образует, условно говоря, латышскую нацию, тоже должны будут менять своё восприятие мира. И не только в связи с вирусом и его окончанием. Я уже говорил на прошлой неделе о том, что мы вряд ли выйдем обновлёнными, очищенными, светлыми и добрыми. Я думаю, что человечество в этом смысле не меняется. Эгоизм наш, потребление ресурсов и людей вокруг, в принципе, не ограничено. И, может быть, есть какая-то короткая пауза или передышка, но, в принципе, в основном общество вернуться к своим концепциям. В основном те общества, которые не научились рефлексировать. Я думаю, к сожалению, наше латвийское общество не научилось рефлексировать. Да, у нас есть определённые информационные пузыри в Фейсбуке. Да, во многом мы можем в какой-то степени найти наших, скажем, соратников и единомышленников. Мы видели, например, как быстро сейчас вновь собрали 10 тысяч подписей для того, чтобы всё-таки продвигать на уровне законодательства, скажем, идею однополой регистрации, регистрации однополых пар. Я думаю, что это не пройдёт и в этот раз, по той простой причине, что ничего не поменялось на нашем, скажем, маленьком политическом олимпе. И я думаю, что партии, как раз наоборот, сейчас, выйдя из определённой коронаспячки, вынуждены будут наращивать свои потенциалы, свою, скажем, свою жировую прослойку, потому что грядут выборы, выборы, которые будут проходить в тяжелейших обстоятельствах экономического спада, безработицы, страхов и так далее. Всё это, естественно, на руку популистам. А у нас других, к сожалению, я не видал за последние 30 лет. И я думаю, что в данном случае мы должны, опять же, говорить о том, что пора возвращаться к теме, а как этническое большинство воспринимает тех, кто находится рядом с ними. Тех самых Лидсталтеши, которых довольно-таки неуверенно и боязненно пытался на, скажем, рынке понятий и идей продвинуть господин Левитт. Я думаю, что это своеобразная ирония судьбы, что как раз тот человек, который во многом, как мне кажется, ослабил символическую функцию Латвийской Конституции, прибавив к ней непонятный отрывок из эмоциональных, романтических сочинений конца XIX столетия на уровне газеты «Балтийский вестник», он как раз сейчас попытался, может быть, очень вяло, может быть, ритуально сыграть роль такого отца Отечества, который заботится о том, как же будут называть тех, против включения которых в реальную политическую и гражданскую власть и участие, по сути дела, ратует та партия, которая выдвигала его в президенты, коалиции, которые неоднократно поддерживали господина Левита и других, скажем, в качестве символических фигур, тех, кто будет президентом этого государства. В принципе, я думаю, что нам придется возвращаться к этому заданию. Что в этом задании важно? Очень важно то, что, в принципе, идея интеграции теперь будет вставлена как некоторый такой, скажем, полудрагоценный камень, никому не нужный во многом, будет вставлен в новую оправу. И этой оправой во многом будет являться действительно экономическая и социальная ситуация после вируса, ситуация нестабильности, да, может быть, даже массового обнищания, массовой безработицы. Ну и, как я уже говорил на прошлой неделе, не надо быть семи пядей во лбу, да и здесь моих двух-трех хватает для того, чтобы догадаться, что, в принципе, одна из реакций людей будет снова, скажем, миграция, миграция именно в связи с рабочим рынком и его нуждами в страны, где экономика будет быстрее подниматься. Почему быстрее? Потому что во многом, конечно же, основа благосостояния общества и, опять же, даже человек далекий от экономики, как я, понимает, что, в принципе, все в общественном пространстве происходит с помощью эффективной налоговой политики. А если политика налогообложения у нас такая, какая она у нас сейчас есть, то она будет стимулировать и дальше отток населения, еще и до вируса это было, и правительство Каренша, и ВИД, и прочие-прочие институции, которые продвигали последние два года и осуществляли последнюю реформу налогообложения, которая, в принципе, не особенно выражалась, скажем, в формах социальной солидарности или налоговой солидарности. Эта система и новое законодательство, в принципе, оно было абсурдным, потому что нам многим приходилось еще что-то доплачивать, хотя мы как раз, собственно говоря, и платили налоги, за нас платили налоги. Фирмы малые и среднего размера давным-давно Латвию покидают, но это правительство, которое в СМИ с помощью идеи лояльности и патриотизма заблокировало критику, заблокировало критику и в экономическом плане, простите. Поэтому одна из, скажем, реакций — это будет опустошение Латвии, опустошение, которое мы видим, начиная с 2008-2009 года, когда за эти годы, как мы уже говорили, не произошли изменения в сторону социальной солидарности. Что это означает? На прошлом беседе мы остановились на идее того, что стране нужен, в принципе, довольно сильный и четкий перелом, скажем, используя одно жаргонное слово, парадигмы. То есть парадигма — это в данном случае целый список или набор идей, восприятия, ценностей, каких-то основных позиций, в которых общество себя определяет и видит. То есть это то зеркало, которое нам нужно. Но, как известно, зеркало всего лишь отражение нашей сути, и нам пинять на зеркало просто смешно и по-детски. А у нас получается, что нам необходимо, в принципе, вовремя произнести фразу, которая сейчас во многом в политических кругах считается абсолютно, что называется, горячей картофелиной, перефразируя американские выражения, или же просто-напросто, скажем, примером почти что еретиков, то есть такого, скажем, нелицеприятного, крамольного, неправильного и подозрительного. Потому что, как мы помним, например, идея лояльности, которая очень быстро и без сопротивления и латышской интеллигенции была введена в оборот, будучи незримой категорией, а тем самым и неисчислимой, скажем, неизмеримой, эта категория блокирует целый ряд вопросов в социальной критике. И поэтому, например, то, что я сейчас скажу, конечно же, может восприниматься чуть ли не преступлением против латвийского народа. А я говорю об очень простом моменте, который, если мы поглядим по сторонам, в принципе, даже до Эстонии добрался, куда, кстати, многие латвийские фирмы и переезжают, малого и среднего, скажем, характера. Речь идёт о рабочей миграции. Нам нужны те, кого раньше довольно, скажем, пиеративно называли гастарбайтерами. Теперь это, например, в Германии, согласно лексике, которая всё-таки уважает людей другого происхождения из других стран, это люди с так называемым мигрантским бэкграундом. Мы можем их называть мигрантами, мы можем их называть новыми немцами и так далее, и так далее. Здесь в данном случае пусть лучше словарь и социальная лексика поспевает за реальностью, а у нас, наоборот, мы реально отстаём от реальности. Простите за эту тавтологию. Иными словами, нам стремительно нужно выводить на рынок политических идей представление и формулу о том, как это происходит в Германии. Германия давно себя называет «Einwanderungsland», то есть страна въезжающих, страна мигрантов, страна приехавших и оставшихся. Германия говорит о себе как «opostmigrantische Gesellschaft», то есть общество после миграции. Почему? Потому что в этой стране уже растёт и, собственно говоря, включается в социоэкономическую жизнь и третье поколение мигрантов. Посему для этих людей, ставших частью немецкого общества, общество должно создавать условия, при которых эти люди не будут воспринимать страну как, скажем, нечто кратковременное, нечто, что является таким транзитным пространством. И как это происходило у нас с нашими несчастными 20-ю беженцами, которые рвались отсюда, собственно говоря, в страны, где у них большие общины, а у нас вообще никого, в страны, где человек с другим цветом кожи, с, может быть, не очень правильным языком, пока ещё неправильным, может быть, с акцентом, неважно, со своими визуальными, культурными и другими чертами не является изгоем, не является странной новогодней ёлкой, на которую все смотрят в автобусе, не является кем-то, кем пугают избиратели или детей перед сном, а является частью этого общества. Он другой, и он в то же время часть этого общества. Я почему-то говорю об этом, потому что, в принципе, я действительно начинаю воспринимать латвийскую политику всё больше и больше в категориях сказки о голом короле. И не я один. Есть очень интересная постановка в театре Даговпилса под руководством режиссёра и руководителя господина Шапошникова, который очень остро, едко, очень сатирично, в принципе, воспринимает политику как раз в контексте того, что напыщенная, самовлюблённая политическая элита без критических голосов, а у нас этих голосов почти нет, она во многое может просто увлечься сама собой и, собственно говоря, уйти в зазеркалье. А нам, условно, остаться платить налоги для того, чтобы поддерживать, например, советника по демографии, что, по сути дела, простите, просто куром на смех. Но, к сожалению, так получается, что куры там могут смеяться, а нам не до смеха, потому что во многом мы как раз сами блокируем своё будущее. Будущее в категориях национального романтизма 19-го столетия, которое так любит господин Левит, так любит национальное объединение, да, собственно говоря, им страдает большая часть политической элиты Латвии, это будущее из прошлого, оно абсолютно бесперспективно, оно музейное, оно архивное, оно покрытое пылью, и оно, в принципе, простите, оно смешно. Оно смешно по той простой причине, что во многом исключает социальную реальность современного глобального общества, в котором, условно говоря, коренные европейцы становятся всё более и более, скажем, социально и экономически неактивными, какая-то часть работ и заработка просто их не интересует, это люди, которые становятся всё более и более, скажем, пожилыми, и во многом это то общество, в котором, да, всё меньше и меньше детей, то есть так или иначе, мы видим, что здесь одним советником по демографии совсем ничего не изменить, и нельзя никого, насколько я помню, в демократическом государстве заставить размножаться, мы ещё всё-таки не добрались до таких орваловских, скажем, биополитики, но я думаю, что если говорить об этом серьёзно, не пересыпая всё время пышными фразами, то всё сводится к тому, что политическая элита, если бы она думала о длительном развитии экономической ситуации в Латвии, о улучшении ситуации, о, скажем, долгоиграющей экономике, оно должно было бы исподволь готовить общество к тому, что мы должны стать обществом мигрантов. Конечно же, моментально возопят те, кто считает, что Латвия-Тиба или латышскость есть нечто сакральное, чистое, без каких-либо примесей, как бы стопроцентная такая вот выжимка. Это, опять же, национальный романтизм, он хорош для этнографического музея или для дайну скаппис в библиотеке за стеклом, но, к сожалению, мы не можем жить в этом дайну скаппис, да, мы не можем жить в ситуации, скажем, млада латышей середины XIX столетия. Да простят меня многие люди, которые занимаются этим исследованием, это хорошо исследовать, но жить в своём исследовании и в своём архиве нельзя. К сожалению, наша политика во многом устроилась именно таким, скажем, образом, используя чисто этнические категории принадлежности. И господин Левитт, к сожалению, подбросил туда очень нехороших вещей, с которыми нам теперь придётся жить. Потому что нам понятно, что подобную преамбулу ни одно правительство, которое является националистическим и романтическим, оно, естественно, никогда не уберёт подобную преамбулу, но она, как мы хорошо знаем, в принципе, больше принесла зла, чем добра, ибо это абстрактная категория. Но, итак, наша страна должна стать страной, скажем, мигрантов. Это означает, что нам нужно сначала подготовить тех, кто будет их принимать. На протяжении 30 лет наши националистические правительства, а это значит, в принципе, и националистические избиратели, потому что, простите, но мы такими и являемся. Это мы приглашаем этих дам и господ в здание в старом городе. Они сами туда пока что, к счастью, ещё не могут ворваться. То есть это, в принципе, всё наши результаты. Виноваты мы сами. Мы, как общество в самом широком смысле слова, да, многие могут, скажем, возразить о том, что часть нашего населения, около 10%, плюс-минус, вообще не влияет никаким образом на политику. Моя позиция нашим радиослушателям известна. Можно долго по этому поводу ныть, а можно просто-напросто стать гражданином, теперь очередей по-моему нет вообще. Но когда люди не становятся гражданами, всегда нужно задать вопрос, почему. И не надо их винить в этом. А то, что делается у нас, в принципе, это моментальное, скажем, наклеивание ярлыков пятой колонны. Мы всё это прекрасно знаем. Я извиняюсь, может быть, заранее, если я рассказываю об этом в 128 раз. Но дело в том, что, видимо, этих 128 случаев нет, скажем, недостаточно, чтобы понять, что мы не подготовлены к приходу тех, кто, по идее, должны восстановить нормальные пропорции нашего общества. Я имею в виду взаимосвязь тех, кто платит налоги, тех, кому платят, зависимость тех, кто, условно говоря, вынуждены быть зависимым от социального бюджета и тех, кто этот бюджет пополняет. Любой социолог скажет вам, что я не знаю, как сейчас это выглядит, раньше я помню, это выглядело что-то вроде такой странной луковицы, где, по сути дела, активная часть населения всё уменьшается, уменьшается, а зависимые от бюджета, я не использую это в негативном смысле, а зависимых становится всё больше. И в этом смысле это никоим образом не дискурс, скажем, тех, кто зря поедает хлеб или каким-то образом нахлебник и ничего подобного. Это люди, которые, согласно своему возрасту, своим заболеваниям, каким-то другим особенностям, эти люди вынуждены зависеть от социального бюджета. Но бюджет-то тоже должен пополняться теми и в таком объёме, чтобы хватило и для тех, кто сейчас работает. Мы, Вадим, с тобой уже давно говорили о том, что у нас с тобой пенсии, похоже, не будет. В Германии и в некоторых других, скажем, состоятельных странах речь идёт о так называемой базовой пенсии. Но её тоже надо откуда-то брать. Иными словами, наш единственный выход — это тот выход, который прошла Швеция в 70-е годы, Финляндия в 80-е, Германия, начиная с 60-х годов. Это, скажем, два задания. С одной стороны, это приглашение людей и не только тех, скажем, те конфетки в красивой оборотке, обёртки, простите, которые хотят выбрать наше правительство. Давайте нам талантливых компьютерщиков, дизайнеров и ещё кого-нибудь. А, собственно говоря, тех, кто будет сидеть в тех же кебабных, которые теперь провозглашены врагом национального духа, таких нам не надо. Дворников нам тоже не надо. Нам бы вот, пожалуйста, тех и этих, а потом коробку закройте. Нет, так не получится, потому что, в принципе, мы не сможем привлечь высокооплачиваемых специалистов ни нашими зарплатами, ни объёмами работы и так далее. То есть нам нужны и те, кто, допустим, сейчас в какой-то степени могли бы быть перенаправлены на развитие того же сельского хозяйства или регионов и так далее. Здесь моя компетенция заканчивается в том смысле, что я никоим образом не являюсь, скажем, специалистом по народному хозяйству, я комментирую с точки зрения того, что я должен участвовать в экономическом развитии страны, которая не развивается, которая сейчас в основном работает за счёт драконовских мер налогообложения частного сектора и индивидуальных лиц, которая так или иначе иссякнет. И люди будут отправляться, уезжать, даже тогда, когда откроют границы после коронавируса. Вопрос «Кто останется?» Вопрос этот не обсуждается. Этот вопрос должен стремительно вернуться на повестку дня и выход, как я уже упомянул, единственный — прекратить создавать чистокол, забор и некоторую такую санитарную зону, где глобализация бессмысленна и бессильна. Мы должны стать теми, кто, по сути дела, может быть в бывшем постсоветском пространстве опробовать как раз варианты того, как пользоваться глобализацией. И нам нужно, о чём, собственно говоря, идёт речь. Речь идёт о том, что для того, чтобы всё это функционировало, для того, чтобы приглашённые остались, работали, их нужно включать в это общество. И тут мы, к сожалению, куда ни повернись, ещё одни грабли. У нас их целая коллекция. И я считаю, что не только наше общество за 30 лет не научилось принимать разнообразие, то, что в логическом языке называется, даже алина. А и толерантности мы, в принципе, тоже не учились, потому что мы были лентяями и плохими учениками. У нас были плохие учителя, я имею в виду не в школах, там, честь и хвала, а я имею в виду политиков. Они не приносили в общество идеи принятия разнообразия. Я помню, стоял вместе с моими выдающимися коллегами и министром Нилом Ужниксом, ну, по сути дела, у истоков политики толерантности в начале 2000-х годов. Я отвечал за создание программы по содействию терпимости или толерантности, называйте, как хотите. И я помню, какие были протесты, какое было, скажем, какое было нежелание со стороны политической элиты вообще эту тему поднимать. Во многом это, конечно, было пред, как бы, пре-аксессион, как бы, дебаты до вступления Латвии в европейское сообщество. На русском получился очень длинно и коряво. Но, в принципе, потом эту тему довольно быстро свернули, и последний министр был просто пародией. Но я думаю, что мы действительно не сделали нашего домашнего задания. Мы не научились на уровне общественных компаний, на уровне, скажем, да, собственно говоря, на уровне речей политиков мы не научились принимать даже тех, кто здесь у нас в Латвии живет довольно долго. Может быть, даже граждане, может быть, еще не граждане. там белокожие и так далее, и так далее. Что уж говорить о тех несчастных студентах, на которых косо смотрят, которых обвиняют в том, что они приехали сюда торговать лаваши и кебабами и подрывать устои латышского духа. Хотя я не знал, что он так слаб, что несколько кебабов могут его таким образом подкосить. Но, оказывается, опасность нас подстерегает на каждом шагу и видит ее в основном только национальное объединение. И то, во славу себя. Так что, в принципе, мы здесь видим, что от политики на данный момент ожидать нечего. А наоборот, упрямо и даже как-то несколько умильно, если бы это не было так грустно, наши политики до сих пор говорят о том, что люди услышат зов Родины и вернутся. Но это, понятное дело, это полная чепуха. Чепуха по той простой причине, что наша Родина, которая зовет, а стон становится все более слабым, она, в принципе, предложить почти ничего не может. Поэтому люди не вернутся. Вернутся может быть несколько либо несостоявшихся там, либо людей, которые истосковались, либо те, кто могут себе позволить здесь жить на доходы и работать отдаленно. Но в этом смысле нам так или иначе придется решать проблему того, что латвийскому обществу, и здесь я опять не делю на латышей или русскоязычных, всем нам вместе придется привыкать к тому, что в нашем обществе будут другие люди, которые тоже имеют право быть латвийцами, латышами в политическом смысле. Они тоже имеют право претендовать на участие в этом обществе. Когда-то они будут становиться гражданами этого общества, они будут говорить на латышском языке со своими тональностями, оттенками из Индии, из Шри-Ланки, из Афганистана, из Сирии. Неважно откуда, выбирайте любую страну, но в любом случае эти люди когда-то будут нашими. А мы хронически не готовы к созданию нового принципа наших, именно как политической общины. Именно поэтому мне кажется, что это наша основная задача. И начинать это нужно, конечно, будет с политиков. Таким образом, так как на нынешний парламент, собственно говоря, надежды никакой нет, то у меня вопрос как бы в наш эфир, в воздух, а что делает сейчас прогрессивее? И у нас звонок, давай его примем. Да, 6-7-2-12-93-9-9-6-7-2-13-93-9, телефон на прямого эфира, так только что был у нас звонок, сорвался, если вы... Может быть, радиослушатель вернется и сможет перезвонить. Да, но в любом случае у меня был вопрос, что делать с прогрессивными, да, то есть в принципе нынешняя ситуация... Давай услышим его. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер, добрый день, Олег. Господин Ханов, вы очень хорошо говорите, очень хорошо, просто демократично, по-европейски и так далее, просто супер. Но вы понимаете, вы ломаете фундамент на этого государства, оно изначально строилось как национальное, понимаете, да, и вы его ломаете, здесь никогда ничего не будет, потому что нету даже концепции развития государства. Я сто процентов за, но идите тогда в депутаты, понимаете, не сидите, так сказать, и не ездите по заграницам и туда, идите в депутаты, вас поддерживают. От меня четыре гражданина за вас точно будут голосовать, это я вам обеспечил, хотя я не гражданин. Да, ну вот такое. Спасибо, вот я получил четыре голоса. Нет, ну на самом деле я благодарю нашего радиослушателя за, скажем, за импульс, но в то же время я вам хочу сказать, что ну все-таки концепция развития государства есть, так называемого 2030, если я не ошибаюсь, сейчас я могу перепутать, но по-моему есть, было 2020, теперь ее по-моему как бы продлили, так что есть концепции. Другой вопрос, что в этих концепциях находится? Там довольно большой акцент ставится все-таки именно на национальное государство, о котором вы говорили, но национальное государство тоже имеет возможность меняться, оно должно меняться, и то общество сможет продлить свое существование, которое будет менять идеи нации. То, что вы говорите, что я разрушаю, скажем, или подтачиваю основы государства, но возможно так как раз образно могут воспринять меня мои лучшие друзья, национальное объединение, которое является постоянным источником вдохновения, такая моя коллективная ужасная муза, которая постоянно мне позволяет находить какие-то примеры, сравнения, аллегории, и они, я думаю, к сожалению, еще долго останутся с нами, я бы с удовольствием оплакал бы эту музу, но, увы, она живее всех живых. Почему? Потому что в нашем обществе бродят как раз те идеи, которые это объединение, да и многие другие партии выражают, то есть еще раз, они плоть от плоти и кровь от крови нас, самих избирателей. Что касается депутатов, вы понимаете, дело в том, что пару раз такие вещи мне предлагали, я не хочу сейчас вдаваться в мой личный опыт, но я понимаю, что на данный момент как бы плетью обуха не перешибить, и я не вижу на данный момент возможности находиться внутри, меня, к сожалению, огорчает отсутствие просто политического спектра, который мне близок, и я поэтому хотел бы как раз так немножко увильнуться от этого и вернуться к прогрессивным, то есть в принципе мы видим, что даже нынешний менеджмент кризиса очень неолиберальный по духу, и он был неолиберальным и 10 лет назад, и мы помним отсутствие социальной солидарности, а солидарность тоже надо воспитывать, так же как и другие категории, то есть ее надо прививать, а кто-то должен сказать о солидарности, и тогда у меня два вопроса, где наши профсоюзы, у которых тоже сейчас есть шанс в этой кризисной ситуации себя обновить, потому что, к сожалению, во многом там тоже происходила стагнация, где та партия, которая считает себя наиболее, скажем, европейски-лево, и прогрессивее, по поводу пар я бы не хотел говорить, они скорее все-таки либералы, и они во многом чужды латвийскому населению в смысле восприятия экономической политики, хотя наше общество довольно неолиберально, но оно ожидает, как говорили многие социологи, оно странным образом ожидает, что правительство будет вести себя как при развитом коммунизме. У нас звонок еще, Денис, давай его примем. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, здравствуйте. Вообще, каждый раз, когда выступает господин Хан, всегда у меня есть какие-то к нему такие вопросы. Но сегодня, господин Хан, вы просто покорили радиослушателей Болкома, я так думаю, Олег, от нас, многих очень класс, высказал свое мнение Англия Дина, и голоса вы получите не только четыре от семьи Олега, я думаю, а значительно больше. Ваш вопрос, который вы только что риторически задали в профсоюзе, и что они делают, я вам рекомендую послушать сегодня ответы господину Элкину, который дал господин Палзин, в утренней программе «Доброе утро», когда господин Элкин задавал вопросы, связанные с ситуацией в Латвии. Вот вы послушайте его, и вы увидите тогда, на что способны сегодня латвийские профсоюзы, их руководители, и на что, абсолютно. Я хочу вам сказать по поводу... По поводу... По поводу прогрессивных, мне думается, что мысли у тех прогрессивных, которые сегодня есть, у них нет мысли строить новое государство. или новый фундамент. У них есть мысли совершенно в другом направлении, связанные с сексуальными меньшинствами, связанные с отделениями одних от других, а ваша идея абсолютно правильная, и рано или поздно наша страна с ними столкнется. Вам удачи, и вам идите в политику, идите куда хотите. Выступайте чаще с этими мыслями, и вы найдете единомышленников. Спасибо большое и за ваши хорошие слова, и за плюсики, но боюсь, я сейчас их очень быстро лишусь по той простой причине, что, в принципе, нам опять как раз в контексте принятия разнообразия. Понимаете, как бы мы сами лично, и это все-таки особенность демократии, но без этого невозможно. Мы не можем получить полный пакет с конфетами, где у нас будут только любимые, там всегда будет какая-нибудь мармеладка, которая нам не нравится. Но дело в том, что и те же сексуальные меньшинства, или, допустим, феминизм, все то, что у нас стало, к сожалению, благодаря нашим националистическим партиям ругательными словами, это тоже есть часть качества жизни. Вас никто не призывает, скажем, следовать никаким другим формам сексуальной жизни или еще что-то. Вас никто не призывает становиться феминистом и, допустим, идти на митинги и протесты вместе с женскими организациями. Но дело в том, что принятие людей как таковых в их инаковости такая бы она ни была. Естественно, та, которая в рамках, условно говоря, законодательства и, условно говоря, идей гуманизма и так далее. Она должна быть частью культуры и качества этой жизни, иначе мы так и будем дальше продолжать наращивать поток ксенофобии и так далее. И поэтому, в принципе, нам придется принять то, что в Латвии так часто не происходит. Ваши права, мои права не уменьшаются от того, что другие группы заявляют о необходимости их прав. И это, на самом деле, не мое открытие. Я вас никаким образом не получаю. Просто ясное дело, что это такое явление, с которым нужно делиться. Один французский король Генрих IV, один из моих любимых образов в истории Франции, сказал, правда, в связи с несколькой другой ситуацией, надо уметь делиться. Так вот, уметь делиться в какой-то степени и есть предпосылки к тому, что вам не надо ходить на гей-прайд. Не хотите? Не хотите? Сидите дома. Хотите? Пойдите, посмотрите. Там очень много элементов карнавала, костюмов и так далее. Не нравится карнавал? Ну, Господи, сходите в православную церковь. Не нравится православная церковь? Идите к свидетелям Яговы. То есть, ваша свобода и право путешествовать или что-то не принимать, тоже ведь есть часть свободы. Она должна, по сути дела, разноситься на всех. Потому что, как только мы начнем делать иерархии, а то, что у нас сейчас происходит, это иерархии. Во многом наше общество и в своем прошлом, и в своем настоящем, и, к сожалению, боюсь и в будущем. Очень иерархично. То есть, мои права, да, а права группы X, Y, Z... Нет, уж вы, дорогие, подождите. К сожалению, так как время наше подходит уже к концу... Да, у нас буквально две минуты остаются. Да, нам нужно, скажем, немножко закругляться, но я скорее думаю, что круг пусть этот остается открытым. У нас очень и очень много дискуссий и тем, которые мы могли бы обсудить в следующих наших программах. И я еще раз благодарю наших радиослушателей за активное участие. Вадим? Да, спасибо, Денис. Это была программа «Зима близко». В рамках «Культ просвета» мы выходим практически еженедельно. Денис Ханов на прямой связи с нами сегодня и Родион Золотарев, который объединил нас в этом эфире. Спасибо, Денис.